старайтесь познавать они старайтесь концептуализировать то есть я заработал мне уже всего хватает самые страшные слова я заработал хочу зарабатывать и буду дальше зарабатывать как же можно это все из себя убрать путем метода который очень длительное время хранился в тайне здесь сразу же вопрос дуйко говорит хранился в тайне кем хранится в тайне от кого хранится в тайне от обыкновенных людей а где же этот метод вы можете а где же вы об этом методе можете узнать ребята если бы я сказал где мы можем об этом методе узнать тогда я был бы здесь ненужным согласны поэтому давайте мы оставим где я это взял а все-таки да пусть это будет подвержена тайны оказывается данный метод является методом который назван вакуум гермеса в честь гермеса трисмагериста а данный метод считался тайным потому что он включает у человека желание и мотивацию данный метод является методом дыхательным представляете что должен сделать человек он должен работать с первым элементом сознания сознание почему если вы здесь все найдете там со всеми переспите не со всеми переспите то тело жить будет если вы здесь все прочувствуете чего-то недочувствуйте то выжить будете а если вот здесь все объяснено тогда вам смерть поняли тогда вам смерть поэтому и опыт сын ошибок трудных и гений парадокса вдруг то есть точно так же в человеческом сознании, нужно найти возможность опустошить это сознание согласно самого тресмегериста. Он говорил, не нужно опустошать сердце, опустоши свое сознание. Каким образом он рекомендовал выполнять данную практику? Он делал так, он говорил, специальное дыхание выглядит так. Вы должны выдохнуть и представить, будто в вашей голове вакуум, вакуум, и там ничего нет. Если где-то в вакууме вы заметите восклицательный знак «плюс» или еще что-то, вы обязательно это должны выйдут из головы. Откуда оно должно выходить? Вообще не имеет никакого значения. Из головы, из носа, из ушей все равно. Делается это так. И представляю, будто у меня в голове пустота, как будто в камеру смотрю, в покрышку. И когда уже нет сил мне держать, я делаю так, как будто воздух зашел. И снова делаю так. Представил, будто там в середине у меня вакуум, в голове. Как ни странно, выполняя данный метод, даже не длительное количество времени, мы очень-очень омолаживаемся. Как так это устроено? Непонятно. Показываю, как я это выполняю. Вот смотрите, я делаю так, здесь важнее представить, будто в голове ничего нет. Выдохнул, сижу, представляю, в голове пусто, 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 ничего, ничего. Вот что-то там замелькало, представил, будто это, что мелькало, там вышло из уха и выпало там. И после этого, держу, держу, делаю так. И снова. Здесь передерживает, чтобы упасть, не нужно. Когда уже хочется вздыхать, то не нужно держать по максимуму, чтобы не мочь дышать. Это больше мыслительный процесс, чем дыхательное упражнение. Поняли? Здесь важно вот что сделать. Найти то, что в вакууме создает процесс возбуждения. Найти то, что в вакууме создает процесс блестения. И это все из вакуума достать и выкинуть. Поняли? Это очень важно. То есть, представили там вакуум, если что-то заблестело, вот так вот вынесли. Прямо представляю, будто вы это либо руками, либо там головой как-то вытрахиваете. Поняли? Это очень улучшает наше сознание. Это просто лечит наше тело. Невероятно улучшает еще и возможность длительной жизни. Данный метод в алхимическом своде роса. Данный метод был описан чуть ли не как метод, который дает возможность дотронуться к скрижале Гермеса, который прожил там очень длительный период времени и нашел вот это алхимическое звено длительной жизни. Так вот этот вакуум Гермеса и являлся тем камнем философским, который позволял человеку жить как можно дольше. Понятно, да? Продолжение следует...